Звёздный завтрак на Радио Шансон. Симпатишно. И настроение задаётся с первых секунд. Абсолютно чётко выполняю свои, так сказать, варианты. Умылась, то всё. Побежала на кухню, выпила воды. Приготовила так, что надеть, так не забыть бы это. Всё сложила быстренько, чуть-чуть выпила чайку. Потому что понимала, что завтрак-то у меня будет на Радио Шансон. Звёздный завтрак на Радио Шансон. Десять часов и двадцать четыре минуты на Радио Шансон. В утреннем шоу «Настройка Звёздный завтрак». Сегодня моя землячка у нас в гостях. Надюша Баткина. Землячка Надя. Землячка Надя. Да, сегодня у нас по традиции Блиц-опросник Пруста. Надя же не боится Блиц-опросник Пруста? Не боится. Будет честно отвечать. Казачка Надя ничего не боится. Ничего не боится. Итак, Надежда, первый вопрос. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Порядочность. Так. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Доброту. Ух ты. Готово. Ваше любимое занятие? Не хватает сейчас сна. Хотелось бы поспать. Ну, сколько часов в день получается спать? Ну, где-то порядка пяти. А вот это для женщины плохо. Согласна, поэтому хотелось бы поспать. А вообще, я трудоголик. Любимое занятие. Мы это заметили. Но если дарю возможность поспать, сколько бы вы спали? Ну, поспала бы, потом позавтракала, возможно, с вами опять бы легла спать. Подлегла, да. Мечта. Хорошо. Главная черта Надежды Бабкиной? Настойчивость, трудолюбие и... Вот, знаете, вижу цель, иду всегда на сближение. На пролом? Ну, не на пролом, а разумно. Хорошо. Да, аккуратно. Хорошо. Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Ну, к ленности, наверное. Снисхождение. То есть можно простить ленность? Я могу простить ленность, понимаете? Могу. Можно иногда полениться, и... Ну, и ладно, интересно. Да, ну, и ладно, и... Дальше. Следующий вопрос. А к чему вы испытываете отвращение? Вот отвращение. Вообще. Да. Черная икри, красная икри, красная рыбь. Убью, еду! Наелись? Да. Как? Не ожидали? Я, между прочим, Надю, здесь поддерживаю. Я 22 года ел ее на завтрак, обед и ужин, это черная икри. Понятно, да? Особенно пауз, на которой на зубах. Вы понимаете, как сейчас вся Россия глава? Нет, а чего? Нормальное явление. Особенно в современной нашей сейчас простой жизни. Вообще не надо надух. Вот надо. Вам дарят икру? Вы к нам ее сюда, в Москву, присылаете? Зачем мне есть, кому ее... Есть кого перезвать. Есть кого отдать. У меня семья большая. Да. А там еще любят икру. Конечно. Слушайте, если делаете блины сейчас модно со сметаной, со сгущенкой, к чему это икра? С вареньем. Слушайте, это все так прилипает, я вам хочу сказать. Ужасно, но это вкусно. Это очень вкусно, конечно. Хорошо. Все закручили? Нет, наверняка нет. А ваша идея о счастье, вот картинка счастья, это что? Любовь. Любовь? Да, это в любви надо быть, тогда человек счастлив. И когда он счастлив, он знает, как поделиться этим чувством с другими. Так, и тогда спрошу так, вот по шкале, по десятибалльной, на данный момент, на сколько баллов счастлива Надежда Бабкина? На десять. Прямо на все десять? Прямо на все десять. Молодец какая. И не подковырнешь никак. Счастливое все. Да. Друзья, еще раз напоминаю, на 103.0 вы присылаете вопросы, которые адресованы Надежде Бабкиной, мы их внимательно изучаем. Каверзные сдавать не будем, конечно же, будем задавать вопросы приличные. Нет, задавайте любые, если компетент, то я отвечу. Почему снега мало? Да, почему снега так мало? Надо поговорить с небесной канцелярией. Действительно, друзья, мы очень скоро вернемся, пишите вопросы. Рай-рай-рай, рай ларарарай. Рай-рай-рай, рай-рай. Рай-рай-рай. Что значит позавтракали как следовательно? Хорошо, позавтракали. А-ля русская песня и Надежда Бабкина. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Э-э-э! Итак, 10 часов 34 минуты в Москве И мы продолжаем наш звездный завтрак С Надеждой Бабкиной Надежда, мы тут изучили биографию 1978 год Вы получили свою первую большую премию Правда, премию Ленинского капсомола Было такое дело? Я там вычитал, что это было примерно 2500 рублей То есть почти 20 советских зарплат Таких средних Как вы свой первый буржуазный опыт Сразу богатый человек стал Как распорядилось? Что купили? Если я получила премию Ленинского капсомола Я же понимаю, что я получила ее не в одиночку А получила Надежда Бабкина коллектив «Русская песня» Как поделили все? Нет, не поделили, зачем Мы это вложили в дело Мы сразу заказали хорошие костюмы У нас такого нет, знаете Это такие деньги, которые Общие Они не то, что общие Они могли быть, а могли и не быть Ну, а посидели хотя бы? Ну, а как же? А вы посидели бы даже без этой премии По-любому, понимаете? Молодые Конечно В общем, все пошло в творчество Все пошло в творчество, конечно Во-первых, записывали музыку Придумывали репертуар Придумывали, находили художников С которыми работали по костюмам Не просто там Надя захотела Это исключено, понимаете? Я люблю работать с профессионалами Во всех направлениях Вы же еще и режиссер Конечно Массовый, культурно-массовый Да, я, кстати сказать, не отрицаю Все программы, которые проходят У русской песни В театре И не только И в больших фестивалях Куда я приезжаю Я с удовольствием постановлю Вы знаете, что дипломы теперь скоро Только по диплому можно будет работать Мы уже опровергли это уже Да, так что не надо провокации Это сейчас Газманов пойдет холодильники делать Если все будем по специальности Ой, там на червь все разбегутся Конечно Некому вытпеть Да ладно Мы продолжили изучать биографию 15 сентября этого года Вы у нас стали важной женщиной Депутат Мосгордумы Да, стала, вы понимаете Уже прошло почти три месяца Отчитайте, что полезно вы успели сделать Вы знаете Даже не только три месяца Скажем, первый месяц он шел на Подготовительную Некую, так сказать Ну, приспособиться к графику работы И общение, так сказать, хотя бы внутри Кабинеты Помощники И так далее, и так далее Вопросы И так далее Потом, конечно, я не оставляю без внимания Те районы, которые меня поддержали Это Северный округ Это четыре района Это Ховрино, Головинский, Западная, Дегунино Объехали их, посмотрели Левобережная Не то, что объехала Во время выборной кампании Я была там почти каждый день И мы встречались во дворах С жителями С избирателями Все было замечательно У меня программы очень простые Две С какими программами, Надя, ты идешь? Вот, например, вопрос такой Программы две Они обе направлены на социальное взаимодействие На наши новые Строить новые общественные отношения Самое страшное для человека Для любого Для маленького Для взрослого Это одиночество И если он понимает Что он никому не нужен И поэтому моя задача следующая Обратить внимание на воспитание Молодого поколения Маленьких наших детей Моих внуков И детей, которые идут в школу Которые ходят в детский сад Воспитание В нем заложена Вся будущая История того человека Которого В которого мы вкладываемся Дальше образовательный процесс Что мы вкладываем в образование Фундаментальные знания Понимание Родного своего русского языка Значение Огромного русского языка И влияние На твою собственную жизнь Никто не отрицает Наша страна многонациональная Что малые народы И те народы Которые имеют историческую Свою составляющую Они, конечно, разговаривают На своем родном языке Кровном Это здорово Но наш государственный язык Все-таки русский И давайте к этому относиться С пониманием Мы читаем Мы мыслим Русские Русская музыка Художники русские Когда ты приезжаешь Из любого региона России За границу То говорят Ты русский Понимаете Это не оскорбление Это гордость И достоинство За наш многонациональный народ Что мы пропитаны Всей страной нашей России Отчитывалось Значит, встречались Просьбы И наказы Избирателей Что Какие Просьбы В тот момент Когда у меня была Эта компания Нужно было Благоустройством Заниматься Трубы Крыши Не только Это уже Ремонты Это уже В сфере ЖКХ Где А, например Благоустройство Траву Подсеять Газоны Элементарно Подстричь Создать красивый Микрорайон Понимаете Есть там Где жители Активные Там все Происходило Самим Не только Само по себе А просто люди Активно участвовали Есть где люди Просто ждут Когда Кто-то придет Я приходила Даже такие встречи У меня были Где вот с тобой Разговаривают И плюют семечки И тут же Понимаете И стоишь Абсолютно Я вот Наденька Хочу обратиться С такой просьбой Раньше в советское время У нас были дома пионеров Они исчезли Вот если можно Надо их вернуть В Москве хотя бы Вы понимаете Я больше хочу сказать Что раньше Были дома пионеров И комсомольские организации И мы были все Объединены Идеей Построения Нашей жизни Мы участвовали Мы были нужны Все государства От мала до велика И посмотрите Что происходило Стройки Мы строили дома И так далее Может быть мы жили Победнее И не было возможности Себя как-то Может быть реализовать Но тем не менее Я реализовала себя Мне никто не мешал Когда спрашивают Как ты жила в то время В Советском Союзе Вы знаете Хорошо я жила Так и жила Так и жила Нормально Вот я получилась такая Что касается Депутатского корпуса Значит Я вхожу В три комиссии Комиссия по культуре По социалке И соответственно По бюджетной политике Поэтому мы встречаемся С министрами Все оговариваем Программы Программа еще Серебряного возраста Для пожилых людей Кое в каких районах Уже она начала действовать А вообще По сути Так не бывает Ты пока формируешь То с нового года Пять лет За пять лет Ты будешь реализовать Свои программы Короче Мы ждем перемен Как говорится Я тоже жду Я знаю Буду действовать Мы вернемся скоро Звездный завтрак На радио Шансон Без 15.11 Боже мой Как быстро лезет время У нас сегодня Хорошее время Да Сегодня у нас в гостях Надежда Бабкина В звездном завтраке Здравствуйте Не могу не задать этот вопрос Так как Сейчас уже не смотрю Раньше с удовольствием Смотрел модный приговор Потому что мы на работе К сожалению Мы в трудах Конечно Я очень люблю эту передачу Да все ее любят А я со скепсисом Всегда ее смотрел Да тебя просто не переодевали А мне очень нравится Когда Надежда встает И всем показывает Своё место Кто где должен сидеть Мне все нравятся Все такие красивые Все такие Не то что добрые Моя функция Защищать И не важно Причудливый человек Или не причудливый Защищать Потому что вы знаете Все мы разные Абсолютно Во-первых Все разные А второе У каждого Своя судьба И кого-то так Допекает в жизни Что он уже готов Кричать Не только на всю страну На весь мир Что люди Помогите Мне так плохо А я хочу жить еще Я хочу еще себя Каким-то образом Реализовать Помогите Значит так как У нас метод хирургии Однозначный Это цветовая палитра Это цветовая палитра Это одежда Это красивые наряды Это ухоженность И бусики И бусики Бусики Как я говорю Цацочки Любые цацочки Которые на шеечке На рукавах На ручках Запястья Понимаете Вот в этом Вся ситуация Это в принципе Для женщин Очень актуально Сказать У нас бывает и мужчины Мужчины Иногда бывает Это те Которые Просто пишут И хотят Или мама Или жена Просит Помогите Потому что Что-то происходит С мужиком Надо что-то делать И то же самое Вы знаете Потом Это происходит Замечательная Такая терапия Которая дает Возможность Человеку Пересмотреть Отношение к себе И не быть Жертвой Для всех А каким-то образом Поверить В свое Собственное Я И реализовываться Дальше Ну что что Неприятности А у кого их нет У всех они Понимаете Ну как-то Можно через это Перешагнуть Вот меня подруга Научила Она говорит Знаешь Вот тебе Сегодня неприятно Плохое настроение Тебе какую-то Информацию Такую печальную Сказали Или неприятную Для тебя вовсе А ты Не давай Ответа сразу И не реагируй А ты Переспи с этой информацией Ты посмотришь Утром Все будет по-другому Рассосется Словно Этого и не было А вот представляете Если зацепиться Ты себя разрушишь Ты себе Сделаешь больно Ты начнешь Плакать Страдать И неизвестно Когда ты Это путь В депрессуху Однозначно И неизвестно Когда ты От этого выпутаешься Поэтому На программе На нашей Которая идет Давным-давно И Очень хороший Слаженный коллектив Я очень Люблю Своих Коллег Которые Главными Являются Это Эвелина Хромченко Саша Васильев Они просто Главные Они Магиканы Своего направления Саша Васильев И Эвелина Они любят Менять людей А вот Надя Бабкина Что-то привнесла В их гардероб Нового В чей В Эвелинен И в Сашин Нет А я даже Не имею права Зачем Я не старался У меня даже Такой мысль Потому что Они Понимаете Я еще раз Подчеркиваю Я люблю работать С профессионалами Они профессионалы В своем Деле Вот правда У Саши Васильева Есть Такое вот Такое желание Все время песни петь Так надо спеть Так уже спела И не раз Вдруг у него Появилась такая мысль Давай с тобой Диск запишем Я говорю Здорово К чего да Давай не будем На это тратить время Это будет здорово Но Саша еще любит И танцевать Но как Слушайте Это удивительные люди Потрясающие Мне конечно С ними находиться приятно Вот я от них Подчеркнула многое И в плане гардероба И в плане Так сказать Знаете И поведения И прочее У нас приходят СМСки Давайте поговорим Елена спрашивает Надежда Вы по-прежнему Делаете молочные ванны? Где-то видимо А я когда-то делала Не знаю Видимо Отвечайте Я по-прежнему не делаю Нет подождите Я хочу Я хочу застрелить на этом внимание Слушайте А может быть Действительно надо сделать Попробуйте Нет я делаю Мораловые ванны Мораловые ванны Из морали что ли Я езжу на Алтай Да Мы встречаемся Там с потрясающими Мы компания ездим У меня круг друзей Веселых и находчивых Мы так там отрываемся Там нет ни телефона Ни интернета Ничего Это красота Не только мораловые ванны Красота Деревянные срубы Домики Прекрасные массажисты Великолепные люди Шикарная еда Экологически абсолютно чистая Вот мораловые ванны Да по-прежнему Пойдем-ка мы завидуем Один раз в год Один раз в год надо делать Мы вернемся друзья Очень скоро Давайте петь все вместе Страна Подключайтесь Все радиослушатели шансона Давайте веселиться конечно Запевайте надежды Лишь ты владела мной Одна Да все отдал бы За ласки взоры Лишь ты владела мной Одна Теперь мальчики Несправедливо Скажи всю правду Ты отцу Тогда свободно И счастливо С молитвой Мы пойдем К венцу Тогда свободно И счастливо С молитвой Мы пойдем К венцу А теперь танцы Еще еще танцы Надо это все записать же на видео Страной чужую А через год он изменил Забыл и клятву раковую А сам Другое Полюбил Звездный завтрак На радиошансон Обалдеть Сколько энергии Это сколько ж калорий надо терять за один концерт Нисколько Да ладно Это работает совершенно Другие Прямо скажем И не только мышцы Но другие какие-то Эмоции работают Фибра души Сколько там в концерте песен-то в среднем Ну в среднем 26 Где-то вот так Ух ты Мы одну тут сидя вспотели уже Друзья Смотрите К сожалению Последний наш выход в этом часе К большому сожалению Я говорю С утра выпил День свободен Я имею в виду чаю Мы поняли Конечно У нас есть такая традиция Зеленого Гость предыдущий Сдает вопрос Следующему У нас на прошлой неделе Была Лолит Милевская Лолита не знала Кто придет нам в гости И сдала свой вопрос Вопрос звучал так Ну у нее же это тема любимая Да По каким тарифам Вы оплачиваете ЖКХ О боже Лолочка моя дорогая Обожаю тебя Да Это она Она конечно борется За тарифы За справедливость За правду и так далее Но мы же все понимаем Откуда эти цены растут Понимаете Есть управляющие компании И они Могут так сказать Наворачивать все что угодно Мой дом Находится в кондоминиуме Где я живу И поэтому Кондоминиуму Все рассчитывает И когда приходят Эти платежки Я абсолютно четко смотрю На каждую Каждую строчку Каждую копейку Потом есть счетчики Определенные Все же можно Просчитать Так абсолютно Поэтому я Четко совершенно Плачу то Что я вижу И так далее Потому что у нас Ни разу не было Претензий к кондоминиуму А кондоминиум Ведет взаимосвязь С управляющей компанией Жесткую Четкую Потому что на каждый пункт И обязательно есть Ответ Вот молодец Надежда Все знает Все знает А я живу где? Действительно В Москве И потом в России Тогда по традиции Надя должна задать вопрос Нашему следующему гостю Кто это будет? Мы не знаем Мы вот тут честно Не знаем кто будет Я даже не знаю Какой вопрос Я записываю Да нет Ну давайте так Если тут связано Не за ЖКХ Да не с темой ЖКХ Может тема утра какая-нибудь Нет я думаю так Надо Сейчас санкции С продуктами питания У нас проблематика серьезная Да Любите ли вы российские сыры? Ух ты Действительно Костромской Очень люблю Друзья Ну что ж В общем-то здесь Звездный завтрак К сожалению Нашему заканчивается Мы вынуждены распрощаться Надеждой Бабкин Надежда Вы восхитительны Спасибо большое Вы прекрасны Вы просто Действительно Фонтан эмоций Позитива Спасибо огромное Спасибо Я хочу тоже всем Вас поблагодарить Поздравить с наступающим Новым годом Приходите в театр Русская песня У нас прекрасные Бабкины елки Роскошные С какого По какое число Давайте сразу С 27 числа По 11 января Все Придем Утренняя шоу Настройка прощается До понедельника Друзья Счастливо Пока